В кино за прививкой, в борьбу с пандемией, наконец-то вступил и социально ответственный бизнес. По России со спальным мешком члены экспедиции рассказали, каким увлекательным может быть путешествие по одной стране, если в твоем арсенале только рюкзак и палатка. При стрелке на местности в Читу перед Олимпийским Токио прилетела сборная страны по стрельбе из лука. Эти и другие темы раскроем более подробно прямо сейчас. Вы смотрите новости на канале РТК Забайкалья в студии Дарья Пьянникова. Здравствуйте. Медицинским и социальным работникам Забайкалья выплатят повышенные отпускные. Регион уже получил на эти цели порядка 56 миллионов рублей. Социальным работникам предусмотрено 10 миллионов рублей, медицинским – 46. Поддержать медиков можем и мы с вами, соблюдая все меры безопасности и сделав прививку. В борьбу с пандемией вступил и социально ответственный бизнес. В здании кинотеатра «Россия» по предложению его владельца Алексея Серебренникова открыли дополнительный пункт вакцинации. Он оказался настолько востребованным, что руководству кинотеатра пришлось предпринимать дополнительные организационные меры. Чуть больше недели назад на экстренном совещании оперативного штаба решался вопрос – объявить локдаун или предпринять усилия по недопущению роста заболеваемости коронавирусом. Все участники обсуждения, в их числе были и предприниматели, согласились с тем, что нужно максимально сосредоточиться на соблюдении санитарных норм и рекомендаций. Своё решение в этот момент принял и владелец кинотеатра «Россия» Алексей Серебренников. Он предложил предоставить своё помещение для пункта вакцинации. Кинотеатр находится в районе Шатры, густонаселённый район. Я готов предоставить абсолютно на бесплатной основе, у меня имеется помещение отдельно стоящее с плиткой, со всеми санитарными нормами, на первой линии, с отдельным входом для пункта вакцинации. Мы тем самым охватим весь район Шатры. Ставьте стол, ставьте холодильник, я даже за электричество деньги брать не буду. Только откройте этот пункт вакцинации. Алексей Серебренников не только бесплатно предоставил помещение. За свой счёт он закупил необходимое оборудование – рециркулятор воздуха, морозильную камеру для вакцины и мебель. После обследования специалистами на соответствие санитарным нормам пункт вакцинации был готов к работе. В первый же день здесь поставили прививки 100 человек. Сегодня очень много народу, у нас работа сегодня началась с 8, была первая смена медсестра, работала с 8 до 16.00, я заступила с 16 до 20.00. На сегодняшний день около 100 человек уже привиты. Такого количества людей сразу же после открытия здесь не ожидали. Информация о пункции вакцинации разлетелась моментально. И если в первый день люди стояли в очереди на улице, то уже сегодня сотрудники кинотеатра организовали более удобный трафик. Желающих привиться стали вносить в список и предоставили возможность в прохладном зале заполнить необходимые бланки и спокойно ожидать приглашения на прививку. Действительно, если брать пример других городов России, в каждом более-менее крупном торговом центре там имеется прививочный кабинет. Я думаю, это нужно населению, это нужно и предпринимателям, бизнесу, для того, чтобы как можно быстрее привить население и снять эту напряженность с локдауном, с ограничением деятельности. Прививку ставить обязательно нужно, а очередь, куда я пыталась записаться, только 15. 15 число для меня это критично и поздно, поэтому я пришла сюда. В выходные мы сюда приезжали, уточнили, как будет работать пункт, где будет. И сегодня я целенаправленно сюда пришла. У вас какие-то планы есть, вы прививаете? Да, у нас есть планы на отпуск, да, на поездку, поэтому прививка необходима. Случайно шла мимо, увидела, решила вакцинироваться. Решила для себя давно, а сегодня предоставилась такая возможность. Мы приехали с сыном поступать и первым делом пришли сюда за вакциной, потому что сейчас очень опасная ситуация в нашей стране. Поэтому, чтобы предотвратить свою семью, в первую очередь, ребенка, который будет здесь один находиться, сразу вакцинироваться. Открытие пункта вакцинации на частной территории – пример социально-ответственного бизнеса. И, как сказал Алексей Серебренников, он будет работать столько, сколько необходимо – месяц, два или больше. Екатерина Станиславская, Евгений Нафигов, РТК Забайкалье. Прямое видеообращение к забайкальцам накануне опубликовал в Телеграм-канале город Чита начальник муниципальной автоколонны. Цель у подобных призывов одна – достучаться до каждого. Маски в общественном транспорте сейчас экстренно необходимы, чтобы остановить прямое распространение вируса. Обращаюсь еще раз к пассажирам, передвигающимся на общественном транспорте. Соблюдайте, пожалуйста, масочный режим в связи с тяжелой обстановкой. Водителям дано указание о том, что не начинать движение, пока в салоне будут пассажиры без масок, и прекращать движение во время пути следования, если пассажиры снимают маски. Кондукторы постоянно напоминают о том, что пассажиры соблюдали масочный режим. И в продолжение темы в нашей студии сегодня вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев. Андрей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Знаю, что по времени мы ограничены, поэтому сразу к делу. Почему у нас всегда так? То нам приходится уговаривать население буквально из всех утюгов агитировать, сделать прививку, то сейчас мы не можем справиться с наплывом желающих. К какому сроку все-таки удастся привить всю скопившуюся очередь в 20 тысяч человек? Давайте начнем с конца. Значит, мы прививем всех тех тогда, когда у нас будет достаточное количество вакцины. На данный момент мы привили чуть больше 200 тысяч человек. Последнее поступление было у нас позавчера 11 800, вчера 4,5, сейчас это дело развозится. Но нам этого количества крайне мало, и когда я докладывал Татьяне Алексеевне Голиковой, с пятницы на субботу ночью, ну понятно, у нас ночью в Москве было еще, в московское время, по видеоконференции, о том, что мы готовы сейчас принять по 35 тысяч доз вакцины в неделю и людей вакцинировать. Причем, перейдем теперь к началу вопроса, почему так? Потому что поначалу никто не видел. Где-то был коронавирус, сначала был в Китае, потом какой-то китаец появился, который прославился на весь мир в нашей чете, о том, что вроде он болел, а вроде бы и не болел. А после этого, когда зараза пошла, ну вроде как она идет, но каждого не касалось. Задумались тогда, когда похоронили близких. Близких, друзей, тех, кого знали. Это был, наверное, первый шок от того, что зараза существует. И, к сожалению, не все из этого сделали выводы. Я могу буквально пример привести. Два дня назад, не два дня, неделю назад звонит. Товарищ мой, помоги там, мама товарища попала в больницу, тяжелая. У нее куча сопутствующих заболеваний, диабет, ну и так далее, и тому подобное. Но, к сожалению, не спасли, ничего раньше сделать не смогли. И сейчас он мне звонит, все, мы все поняли. Вот у меня семья, причем там семья, человек 15, надо всех срочно вакцинировать. Раньше ты где был? Ну, раньше вот, поэтому, друзья мои, я вам скажу так. Зараза есть, сейчас у нас пошел индийский штамм, только что разговаривали с Славной Дороновой Лапой. У нас пошли мутации этого коронавирусной инфекции. Вот. И самое страшное, что мы не знаем всех последствий, которые он нам даст. По сути своей. Те меры, которые мы сейчас принимаем, они направлены на то, чтобы не загубить нашу медицину. То есть медицина, она справляется в притык, так называемый. Наши все монастационары, они заполнены полностью больными. Скорая помощь работает на пределе. Да, мы усиливаем скорую помощь, открываем новые койки, но это же не может быть бесконечно. Даже если мы койку открываем, иди врачей возьмем. И среднего медперсонала. Для того, чтобы обеспечить. У нас тоже есть какие-то пределы, возможности для того, чтобы людей лечить. Поэтому на данном этапе мы стараемся справлять и общественный транспорт, и предприятия общественного питания, и торговые центры. И в том числе начинать надо с себя. С нашего правительства, с администрацией, с губернатором, которая должна соблюдать все те условия, которые прописаны по основлению губернатора. И когда... Я понимаю прекрасно, что всем эти надоели маски. Надоели эти ограничения, но, к сожалению, другого способа на данном этапе. Мы не изобрели, поэтому только сейчас беречь себя. Беречь себя и, конечно, вакцинироваться. Ту вакцину, которую мы получили, мы сейчас разогнали полностью у нас по городу Чите. Очень малую часть отправили в районах, а в районах сейчас народ требует вакцину. Только что был звонок с Шарловой, потому что предприятие Хроновский угольный разрез совершенно не собирается остановить добычу угля и готовы сразу забрать 500-600 доз одномоментно. То есть это то сразу моментально. Такое же предприятие у них, угольный разрез у нас в Улётовском районе. Туда просят вакцину, просят вакцину все железные дороги, просят вакцину энергетики. То есть те предприятия, которые работают, они прекрасно понимают те риски, с чем это связано. Мало того, что это жизнь и здоровье людей, плюс это подрыв нашей экономики. Им нельзя встать. Подрыв экономики. Поэтому сейчас на данном этапе, конечно, это вакцинирование, только вакцинирование даст тот эффект. Тут находится очень много умных голов. Сейчас у нас интернет работает, и каждый суслик-агроном вещает о том, что есть ковид, нет ковида, стоит вакцинироваться в эпидемию, ну или в восплеск заболеваемости, не стоит. Надо понимать, что вот эта цикличность, первая, вторая, третья волна будет, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, ну и так далее, и тому подобное. Все это будет. Все эти рассуждения, вышли на плату, не вышли, ну бог его знает, вышли мы на плату или не вышли, или выйдем мы на нее дальше. У нас позавчера 340, вчера 327, сегодня 331. Это плата или не плата? Пока все гадают, полпалец потолок. Конечно, нежелательно, мы на пределе. Мы понимаем, что нам больше сейчас никак нельзя. Просто нельзя. Поэтому и гайки закручиваем, по сути своей. Дорогие мои земляки, я прошу вас просто обратить внимание не только на себя. Не стесняться сделать замечания. Вы находитесь в магазине, кто-то без маски, не стесняться сделать замечания. То же самое в транспорте. Но не можем поставить возле каждого магазина, троллейбуса или маршрутного такси по мужику с дубиной, который будет кому-то там колотить для того, чтобы ты маски одели. Это же нереально просто-напросто. Это не хватит ни сил, ни администрации, ни полиции, никого. И только самосознательность людей может привести к тому, что мы эту заразу победим. Ну, как-то так. Тревожная информация накануне прозвучала на заседании правительства из уст Инны Щегловой. По ее словам, если мы будем прирастать такими же темпами, средств индивидуальной защиты, а самое главное, лекарств для больных хватит, но еще на один-два месяца. Этот вопрос решаем? Ну, конечно, решаем. Значит, первое, и по съезду мы по лекарствам решаем. Но чтобы у нас они не кончились, раз, нам надо снизить уровень заболеваемости. Я все-таки думаю, мы его снизим, темы меры, которые пришли. Буквально была прямая линия на ГТРК, там взяли на 103-й автобус, что ездит без масок. Сегодня специально с балкона смотрел, опять водитель едет без маски. Сейчас мне ничего не остается, как 103-й автобус, 103-й машин просто начинать кошмарить. Другого слова не подберу. Ну, если по-человечески не понимают. Причем в Сатамановке людей ездит много. Сейчас вот от вас выйду, и будет совещание в том числе с полицией по этому вопросу. Сегодня будет международная оперативная штата, правда, по ликвидации последствий. Но один из вопросов будет транспорт. Транспорт там, где самое большое скопление народа. Сейчас худо-бедно транспортная полиция сейчас следит за порядком в аэропорту. Уже более-менее на вокзалах. То есть это мы... А вот именно в нашем общественном транспорте это проблема. Если очередь на госпитализацию действительно существует, может, пора уже просить помощи у военных? Я знаю, что они предложили свой 321-й военный госпиталь, но там 50 коек и нет реанимации. У военных ведь есть палаточные госпиталя. Есть ли в планах просить помощи, когда мы уже сами задыхаемся? Мы сидели, сейчас разбирали вместе с главой госпиталя Бнадзора, с всеми нашими медицинскими светилами этот вопрос. Нам пока у тех коек, которые есть, предостаточно. Развертывать сейчас полевой госпиталь, как мы развертывали на Каштаке, есть один момент, жарко очень. Очень жарко, там будет просто очень крайне тяжело. Даже включая то, что есть там полевые кондиционеры, так называемые. Этот госпиталь, по сути, это медицинский отряд, который развертывается на войну на прием, сортировку раненых, оказание первой хирургической, ну, врачебной помощи, которая сейчас перепрофилирована под ковидную инфекцию. Но, тем не менее, это для легких, среднебольных. Вы правильно сказали? Нам нужна реанимация. И сейчас мы прорабатываем вопрос с главным военно-медицинским управлением и с медицинской службой Восточного военного округа, чтобы нам часть реанимации отдали 321-го госпиталя. А койки уже есть. Там, где 50, там будет и 70. Но самое главное, чтобы наших людей забирали, и у нас не было гибели. Хотя 321-го госпиталь по прошлым вспышкам заболеваемости, по этим волнам коронавируса, он довольно-таки достойно отработал, вопросов нет. Помог. Предприниматели, на мой взгляд, сегодня делятся на две категории. Одни уже считают убытки и жалуются на ряд ограничений. Другие своими силами, где-то за свой счет, оборудуют пункт вакцинации. Я говорю сейчас о кинотеатре «Россия». На мой взгляд, вот тот самый пример социально ответственного бизнеса. Хочешь работать? Помоги, приостанови волну, дай возможность людям привиться на своей территории. Как вы думаете, такой пример в хорошем смысле слова может быть заразителен? Почему, например, владельцы каких-то крупных торговых центров не последуют сейчас этому примеру? Да, я думаю, что это вполне нормальный пример. Но здесь все очень просто, между прочим. Кто хочет работать, тот работает. Кто хочет скулить, тот скулит. Понятно, что есть те условия, в которых надо выживать, в том числе и бизнес. Причем я был категорически противник локдауна. Говорит, надо закрыть все. Все полностью опять закрыть. Все кафе, все магазины, все это ограничить. Но не выдержит наш бизнес очередного локдауна. И, к сожалению, потом мы будем иметь пустые окна, не сданные в арендное помещение и так далее и тому подобное. А ведь это не только бизнес. Там же люди работают. Простые люди, которые получают заработную плату, которые этим живут. У них нет другого источника дохода. Если предприниматель социально ответственный человек, то, я думаю, с этими ограничениями он выполнит. У нас же есть негативные примеры. Мы рассказали, нельзя проводить массовые мероприятия. У нас провели выпускные вечера. Провели? Да. Провели. Провели. Сейчас опять, буквально в пятницу, ребят, ну 30 свадеб. Свадебы гуляют? Гуляют. Но давайте мы уже к этому делу подойдем серьезно. И уже будем не всех огульно. Провенелся? Закрыли. Остальные пускай работают, выполняют те требования, которые перед ним поставлены. Это будет, я думаю, справедливо. Ну, примерно так. Вот к вопросу про скулить. Как вы считаете, кому выгодно сегодня ситуацию подогревать? Вот агитировать против прививки, против ношения масок и так далее. Как быть с этими людьми, если, к примеру, они нас окружают? Они так или иначе где-то с нами рядом живут, с нами рядом работают и продолжают свою, я считаю, такую преступную агитацию. Вы знаете, процент такого населения очень небольшой, где-то 3-5 процентов, не более того. К сожалению, просто они агрессивно настроены. Они считают, что вот они истинно, да? К этому надо спокойно относиться, с ними тоже надо работать. Это же тоже люди, наши жители Забайкалья. Они же не словно свалились ниоткуда, нет. Наши. Так же работать, так же где-то убеждать, где-то, может быть, принуждать. Поэтому другого варианта здесь, к сожалению, нет. Я уже, ну, у нас сейчас из каждого утюга, наверное, кричим о том, что, ребята, давайте вакцинировать, все остальное. Но чтобы вакцинироваться, мы должны обеспечить вакциной. Вот сейчас, когда пик пошел, и гордиться нечем, 10 человек у нас умерло вчера только от коронавирусной инфекции, все сразу побежали вакцинироваться. У нас правда очередь за 20 тысяч. И когда там пишут средства массовой информации, что Грулев там перебрал на желающих, какой перебрал? У меня сейчас войс стоит от того, что нет вакцины. И мы понимаем о том, что вакцина, которая уходит с колес. Она просто как в горячей пирожке разлетается. У нас нет дефицита там, чтобы лежала. У нас в период, когда у нас было, помните, по 25 в день? У нас она лежала. Мы убеждали, ходили, уговаривали. И мы кое-как там, ну, грубо там, 10 тысяч за неделю расталкивали. Кое-как. Это вот просто было тяжело. Сейчас, вот она пришла, и уже нет, все. Моментально. Причем люди просят сейчас особенно привить пожилых. Мы пошли навстречу там, люди, которым 65+, которые не могут выходить. Особенно там, если по 80, по 90 лет просят привиться. Маломобильные, да. Да, будут мобильные бригады, которые будут приезжать прививать. У нас другого варианта нет, потому что старики, они сильнее всего подвержены этому заболеванию. Но! Новые штаммы, которые появились, в том числе индийские, он убьет по молодежи. То, что мы еще, там, ну, грубо, год назад не думали, что там человек 30 лет, он переболел, да и ладно, как бы мы внимания не обращали. Сейчас это уже бедовая тема. Может не выжить. Вот так дело. Спасибо большое. Я напомню, мы говорили о ситуации с коронавирусом, с вице-премьером краевого правительства Андреем Гурулевым. Ситуация в регионе действительно больше напоминает настоящую военную спецоперацию с большими жертвами среди местного населения. Хотелось бы еще раз обратиться к забайкальцам. Наша с вами задача четко выполнять команды, вакцинироваться, по возможности соблюдать некий комендантский час без необходимости, не находиться в общественных местах, избегать скопления людей, не устраивать и не инициировать массовых мероприятий, беречь себя и своих близких. Другим новостям. Ближайшие три дня на территории Забайкальского края по информации регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируется высокий класс пожарной опасности. В Сретенском районе он сохранится с 7 по 9 июля. 8-9 числа большая вероятность природных возгораний вследствие высоких дневных температур и ветра будет наблюдаться в Могочинском, Каларском и Тунгакочинском районах. Что касается гидрологической ситуации, она стабильная. Рост в верхнем течении Шилки, на Аноне, в нижнем течении Ингады наблюдается, но он не критический. На остальных реках края сохраняется спад. В Забайкалье назначили нового министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта. Им стал Дмитрий Ватагин. До назначения он возглавлял государственную экспертизу Забайкальского края, также работал на железной дороге и был директором строительной компании. Напомню, до него должность главы Минстроя занимал Денис Удот, который проработал на посту 5 месяцев, после чего покинул его в связи с переходом на другую работу. К другим темам. Более полутора тысяч заявлений от абитуриентов поступило в приемную комиссию Забайкальского госуниверситета за первые две недели приемной кампании. Основной способ подачи документов в ВУЗ – дистанционный. Сделать это можно на портале госуслуг или через личный кабинет поступающего на официальном сайте ВУЗа. Также документы на поступление можно подать по почте или принести лично в ВУЗ, где дежурит специальная комиссия. В этом году увеличено и количество бюджетных мест, выделенных ВУЗу. Университет планирует принять около 3000 первокурсников, причем каждый второй из них сможет обучаться бесплатно. Прием документов от поступающих на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 29 июля. Подача заявлений о согласии на зачисление по общему конкурсу на бюджет завершится 11 августа. Зачисление пройдет в один этап 17 числа. Откроем Россию заново вместе. С таким девизом экспедиция «Россия» отправилась путешествовать по стране с 3 марта из Адлера, захватив с собой только специальный мешок и велосипед. Участники в пути уже 178 дней, осталось еще 105. Пройдено более 35 тысяч километров. Сначала на велосипедах, затем на автомобиле, после пешком, дальше на катамаранах и даже ледоколе. Моя коллега Анастасия Рыжова встретила команду при въезде в город. Сразу идут большие приключения, интересные открытия. Я уже 30 с лишним лет хожу по всему миру, и у меня экспедиции были по 3 года. Кругосветные, трансконтинентальные и так далее. Это одна из экспедиций, которая по России вопрос в задачах и целях этой экспедиции. Здесь их 4, то есть научная, просветительская, спортивная. Основной линией, конечно, идет патриотическая. Вот сейчас автомобильная часть заканчивается в поселке Монды в Бурятии. И оттуда начинается пешеходная часть пятой категории сложности, высшей категорией. За ней сразу водная, автономная, тоже пятая категория сложности. Потом велосипедная, три пятых категории сложности. В Забайкальске край участники экспедиции приехали на двух небольших микроавтобусах, забитых едой необходимыми вещами, что называется под завязку. У меня были двухмесячные экспедиции, чуть больше, прям такая, чтобы на год, это первый раз. Мы были на Кавказе, проехали весь Кавказ, там совершенно все по-другому. И люди, и рельеф, и природа, и отношения. Сидя дома, много читать и смотреть телевизор, это одно, а прикоснуться к матушке России, увидеть то, что где-то говорят, что плохо, холодно, грязно. А ты видишь это все другими глазами, все совсем по-другому. И уже можно с теми, кто читает и смотрит телевизор, спорить и доказывать, что они неправы. Например, вчера мы видели две радуги. Я не раз видел радугу, но настолько большую и красивую я еще не видел. А в Забайгальском крае вы первый раз? Я, да, конечно, первый раз. Сам край, конечно, большой. Смотришь в окно автомобиля и понимаешь, что у нас хорошо, здесь красиво, а еще большой путь. Вы отличаетесь от всех, в принципе. Деревни, те, которые у вас стоят, они уже другие. И срубы по-другому стоят, то есть строятся по-другому. Но люди немножко другие виды. Если бы подвернулся случай, вы бы вернулись сюда, чтобы вдохнуть с семьей? Или пока вы будете еще оценивать место? Конечно, пока еще буду оценивать. Но хочется, конечно, побывать с семьей везде. Где только мы проходили. Перед тем, как отправиться путешествовать, практически всем членам экспедиции пришлось уволиться с работы и на время оставить семью. Из тысячи претендентов отобрали дюжину, из которых девять – это основной состав не только профи спортивного туризма, но и операторы, журналисты, фотографы, блогеры. Есть даже геоморфолог – тот, кто изучает, как меняется рельеф страны. Сложности и погодные условия нам очень серьезно не давали расслабиться. Стартовали под мокрым снегом и сильным ветром. Нас сопровождало и снег, и град, дождь на протяжении Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области. И мы согрелись, по большому счету, только в Карелии и в Мурманской области. Как это не смешно, в Заполярье. Где они должны проезжать, были на велосипедах в среднем 100 километров. Это при любом рельефе и при любых погодных условиях. А вес велосипеда в снаряженном состоянии около 60 килограмм. Героизм не нужно проявлять, все должно быть в здравом смысле. Вообще любые, скажем так, великие дела делаются тихо. Поэтому здесь мы стараемся следовать таким вещам. Сама цепь сколохнуть интерес глобально к России у молодежи. Что мы очень богатая страна с точки зрения национальных вещей. Что мы очень богатая страна с точки зрения истории. Выбрать Россию для изучения и отдыха этим летом – отличный вариант. И ввиду ограничений для выезда за рубеж. Анастасия Рыжова, Влад Шатилов, РТК, Забайкалье. Сборная по стрельбе из лука представит нашу страну на Олимпийских играх в Токио. Игры должны были состояться еще в прошлом году, но вмешалась пандемия. Сегодня российские олимпийцы прилетели в Читу. С каким настроем и ближайшими планами, им знает Анна Бородина. Сборную по стрельбе из лука встретили в самых лучших традициях. С песнями, танцами, хлебом, солью. А также подарили бурятские ходаки, как символ голубого вечного неба, дружбы и процветания. Именно нашим олимпийцам предстоит отстаивать честь страны на играх в Токио. Такое право сборная получила, победив в финальном олимпийском отборе. Хочу пожелать от имени правительства Забайкальского края, от имени губернатора успехов в ваших спортивных достижениях. И пусть все ваши задуманные планы, мысли обязательно воплотятся. Удачи вам! Борьба за право ехать на Олимпиаду была серьезной. Шанс выпал и забайкальцу Галсану Базаржапову. В финале он обыграл Молдаванина со счетом 6-2 и получил ту самую путевку в Токио. Но, несмотря на все успехи забайкальца, отобраться в турнир у мужской сборной не получилось. Поэтому спортсмен будет представлять Россию в одиночном зачете. Я получил только недавно, неделю-две назад. Для этого, конечно, пришлось много потратиться, поработать. Скажем, спортивный бог дал мне шанс выступить на Олимпийские игры. Еще одна лучница – Светлана Гомбоева. Единственная, кто представит бурятию в данном виде спорта. Среди женщин в состязаниях по стрельбе из классического лука от страны будут участвовать Ксения Перова и Елена Осипова. Интересный, необычный вид спорта, где проверяется твоя психика, не только физические способности, но и психика. Как у нас стоячий вид спорта, мы не можем выплескнуть свои эмоции, мы должны контролировать полностью каждую клеточку своего тела. Это интересно. Уже сегодня сборная России начнет пристреливаться на спортивном комплексе «Высокогорье». А после лучники отправятся чуть ближе к Японии. Продолжат готовиться уже во Владивостоке. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Анна Бородина, Евгений Нафигов, РТК «Забайкалье». Сегодня с олимпийской сборной встретился и губернатор забайкальского края Александр Осипов. В неформальной обстановке он прежде всего пожелал лучникам успехов перед важными стартами. Сразу после официальной церемонии открытия Олимпийских игр уже 24 июля начнутся первые стрельбы в смешанной команде «Микс» – мужчина и женщина. Губернатор поблагодарил команду за уже проделанную работу на пюти к Олимпийскому пьедесталу, несмотря на все лишения и ограничения. Ксения Перова из Свердловской области поделилась своим секретом предолимпийской подготовки. Мы-то тоже из Вировых стреляли на балконах, кто как мог, кто в квартире. Маленький щит такой сооружащий. Еще больше новостей можно найти на нашем сайте zrtk.ru. Там же в окне потокового вещания можно следить за нашим эфиром в режиме реального времени. Еще раз напомню, если наш канал не добавился на вашем телевизоре автоматически, необходимо произвести автопоиск каналов, нажав соответствующие кнопки на пульте управления. На Ростелекоме нас необходимо настроить на 750-й кнопки. Если у вас кабельное телевидение от ТТК, то мы вещаем на кнопке 131. Если вы пользуетесь МТС, ищите нас на 23-й кнопке. Если Теленет, смело нажимайте на пульте кнопку 21. И к этому часу это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok